Здравствуйте, друзья! Сегодня проведу третий обзор по-быстрому. Покажу, какие колеусы я вам знаю. И начну с такого колеуса, который я назвала красная лилия. Его строение листьев напоминает мне раскрывшуюся лилию. Хорошо себя формируют. Уже куст здесь широкий, приблизительно 50 сантиметров. Серединка у него ярко-алая. Красивый колеус. Красная лилия. Этот сеянец не будет сортом, потому что он какой-то обычный. Если кому-то нужен, можете писать. Просто светлый сеянец. Такое белое пятно на поляне здесь. А это у нас Морган Ля Фей. Это знаменитый сорт. Высокорослый. Можно так сказать гигантский. Он в этом году немножко не набрал свою расцветку. Наверное, из-за того, что мы подкормили его немножко. Ну, а так у него есть розовые прожилки. Подставлю фото, показать, какой он был в том году. Этот колеус присланный мне как сеянец. Просто крупномер. В общем, я не давала его название, так как не я хозяйка этому колеусу. Так и оставила его просто под рабочим названием крупномер. Очень мощное растение. Хорошо себя формирует. Уже достигает 80 сантиметров. Огромные лопухи. Красиво смотрится. Крупномер. Следующий колеус. Смотрите, какой он яркий. Такой прям горящий. Красиво смотрится на клумбе. Хотя здесь очень молодое растение. Называется он розовый бриз. Смотрите, какой он красивый. Также рядом с ним тоже где-то 50 сантиметров. Называется Леди Ди. Этот колеус 50 сантиметров. Называется папоротник. Красивый. Ярко смотрится на клумбе. Мне нравится он. Пока оставила его. Посмотрю, понаблюдаю. Также у нас есть в этом году Бурнин Баш. И Дремучий лес. Этот колеус мощный получился. Но мне как-то не зашло его. Расцветка так скучная. Все ждала, когда солнце его поменяет. Но нет. Оставила его. Думаю, что продолжу его селекцию. Может быть что-то будет красивое в нем. Просто он хорошо себя формирует. Это сортовой колеус Color Brice называется. Еще один год у нас остался. Так, ну это второй куст. Цирк Шапито. Смотрите, у него и малиновые, и всякие разные. Интересно так смотрится. Цирк Шапито. Ревущий огонь. Райан Фаер, по-моему, называется. Память уже подводит. Тоже остался еще пока есть у нас. Это второй кустик Джимми. Красавчик. Здесь на фоне опилок. Они вообще так горят. Это у нас Бонни Голд. До сих пор не могу расстаться с ним. Почему-то люблю этот сорт. Еще один кустик Цирк Шапито. Совсем маленький. Смотрите, какие у него лопухи мощные. Здесь небольшой кустик Ежевичные вафли. Здесь сама клумба очень молодая. Она сажалась в последнее. И поэтому здесь колеусы еще расти им расти. Это два моих прошлогодних сеянца. У них уже есть название. Один зеленый дракон. А это Мишка. Красивый такой колеус. Яркий. Райан Фаер. Второй куст. Колорфул. Это жгучая медуза. Вот на солнце. Посмотрите, как она раскрашивается. Интересный компактный колеус. Малахитовый венец. И кустик Корона Осень. До сих пор не цветет. Следующий колеус Фишнет. Все жду, когда он раскрасится. Но, наверное, вряд ли дождусь. Посмотрите, я покажу вам свой сеянец. И вот у него листья есть некоторые. Вот так должен раскраситься Фишнет. Это не колеус от Фишнета. Это вообще сеянец с другого. Но вот так должны были раскраситься листья у Фишнета. Но что-то пошло не так. Это зеленый сеянец. Я пока еще не знаю, что с ним делать. Он уже немного зацветает. В общем-то, у меня пока к нему только вопросы. И Фишнет. Американский сорт. Последний год в моей коллекции. Буду менять. Также у нас есть Кох Панган. Там был большой куст. Забыла вам показать. И Ариана. Красивый колеус. Хорошо себя формирует. Здесь молоденький кустик. Уже начинает гнать шапку. Это новинка. Ариана. Это Странник. Формирует себя неплохо. Но пока по расцветке у меня к нему вопросы. Один из колеусов, который я мечтала вам показать. Это Звездное небо. Красивый колеус. Сейчас раскрасился. Такой высокий стал. Не ожидала даже от него, что он может быть такой мощный. Я думала, он будет не более 50 сантиметров. Здесь сейчас уже у него 80, наверное. И посмотрите, какой у него лист. Прям лопухи целые. Называется колеус. Звездное небо. Красиво смотрится. А это еще один розовый бриз на солнце. Ну, прям вообще здесь горящий. И уже знаменитый сорт Султана. Этот сорт из селекции Лео. Мне очень нравится. Называется Тропиканка. Или может быть Тропикана. Я не помню точно. Но я его звала Тропиканка в том году. Поэтому красивый сорт. Такая елочка. Мне нравится. Еще оставила этот год. Не смогла отказаться от него. Нарядный. Нарядный, компактный сорт. 40 сантиметров где-то. Следующий сорт называется Харизма. Знаете, он зеленый. Но листва у него красивые. Я лично рассматриваю его как в продолжении селекции. Я оставила его специально. Думаю, надо что-то с ним поиграть. В плане того, что с чем-нибудь его скрестить. Следующий сорт называется Яркая штучка. Но это реально яркий сорт. Нарядный, красивый, компактный. Где-то 50 сантиметров. Мне нравится этот колеус. Он тяжело его передает камера. Из-за яркости. Следующий колеус. Этот колеус Астория. Но он почему-то не растет. Вот здесь даже черенки нормально не наросли. Какая-то маленькая кочка получилась. Это мой сенец на рассмотрение. Но пока наблюдаем. Не знаю, даже продажи его запускать еще рано. Потому что он чудил. А сейчас вот немного в открытом грунте стал расти. Следующий колеус называется Саванна. Колеус яркий, красивый. Единственное, я ожидала, что он будет покрупнее. Но что-то они плохо растут. Вот они шли парой. Саванна и Астория. Не знаю, может быть моя вина. Что-то я с ними не то сделала, что они расти не хотят. Но красивые колеусы. Низкорослые, но красивые. Следующий колеус называется Жара. Тоже один из ярких сортов. Приблизительно 40 сантиметров. Очень пушистый. Самый, наверное, яркий на этой клумбе. Красивый. Такой прям шапкой сделался. Камера высветляет. Не хочет показывать его яркость. Жара. Следующий колеус называется Кружево-шалфея. Красивый колеус. Такой прям кружевной. Яркий. Насыщенный такой цвет у него. Баклажановый. Кружево-шалфея. Следующий колеус я назвала Красный тюльпан. Он где-то 50 сантиметров. Очень яркий. Я не знаю, почему Красный тюльпан. Потому что он с весны уже стоит красный. И напоминает мне ранний цветок Красного тюльпана. Следующий колеус Петфиры. Это колеус оранжевый. Растет шапкой. И здесь еще небольшой кустик. Но у нас пока вот он не сильно еще разросся. Так же я хочу вам показать ипомея, которая есть в продаже. Это коричневое сердечко номер 5. Следующий колеус называется Фиолетовый океан. Вы знаете, он немножко потерял свою такую фиолетовую яркость. Но все равно в нем есть что-то фиолетовое. Фиолетовое такое сливовое. Вот камера постоянно делает из него бордовый цвет. Я пыталась тут поймать что-то, чтобы показать вам, какой он на самом деле. Но он все равно красивый остался. Очень высокий. Прямо сантиметров, наверное, 80-90 уже по-любому. Следующий колеус это Карлик. Называется Разноцветная кнопка. Он еще будет ярче. Здесь практически стоит в тени. Очень нарядный колеус. Разноцветная кнопка. Оранжевый колеус называется Рустик Оранж. 60 сантиметров. Хорошо себя формирует. Наверное, один из самых оранжевых. Проверенный временем. Хороший сорт. Следующий колеус называется Дробленное сердце. Интересный колеус. Красивый. Проверенный временем уже тоже. Где-то приблизительно 70 сантиметров. Он такой высокий. Пока не цветет и не собирается. Дробленное сердце. Это у нас ипомеи. Двухцветная ипомея номер 2. А также черная ипомея номер 3. Срезы ипомеи идут по одной цене вместе с колеусами. Следующий колеус называется Русская зима. Это моя селекция. Синиц был, но очень высокий. Я ждала, что куст будет тоже очень высокий. Но почему-то куст пока дошел где-то 40 сантиметров самое много. И пока не растет. Я не знаю, с чем это связано. Здесь еще клумба не очень удачная. Все колеусы на этой клумбе не очень растут. Поэтому тут пока еще говорить, что сенец. Что-то не так. Надо его, в общем, дальше продолжить. Испытывать, посадить в другом месте, переукоренить. И, может быть, мы увидим высокорослое растение. Русская зима. Карлик. Малиновка. Яркий сорт. Красивые листья. Единственное, прям не бывает таким кустом. Вот сейчас срежем и все. Сколько черенков здесь будет. Как бы, если вы и для себя его просто берете. Но если для торговли, тяжеловат. Следующий колеус называется Кеута. Знаете, не буду вас обманывать. Здесь он немного приболел. У него сохнут листья. Я не знаю, из-за чего это связано. С корневой или еще что-то. Пока вот мне не нравится это. Но колеус очень красивый. Я вообще думала, что он будет бомбой этого сезона. Но, видно, сглазила его. Это сенец от Плюмы Норрис. Красивый. Но цветет, как не знаю что. Сортом не будет. Кому надо, могу в подарок прислать. Если хотите попробовать его выращивать. Красивый. Просто жалко. Следующий сорт Душа Океана. Сейчас так сильно раскрасился. Практически белого цвета не осталось. Очень яркий. Какой красивый колеус. Следующий колеус называется Танец Осьминога. Посмотрите, какой он яркий. У него длинные листья. Колеус компактный. Приблизительно 30 сантиметров. Интересный, яркий. Вот даже здесь молоденький кустик. Посмотрите, какие листья у него. Танец Осьминога. Этот колеус называется, по-моему, как-то Майнстрит. И еще там дальше потеряла название. Поэтому, если будете заказывать, пока называйте его Майнстрит. А я потом попробую найти его. Этот колеус 50 сантиметров. Где-то приблизительно. В общем, называется он Ухажер. По фото он был более нарядный. А этот Джусси Люси вернулся в этом году. Не знаю, надолго ли к нам в коллекцию или нет. Друзья, на этом я закончу свой обзор. Всем спасибо. До свидания. Теперь можете заказывать по трем обзорам. Каталог, я не знаю, успею в этом году я его сделать. Так что пока заказы принимаю прям с обзоров. Последние три видео. Всем спасибо. До свидания.